Всем привет! Сегодня прекрасный день. У меня, правда, старый календарь ещё октябрь показывает. Как-то слишком быстро время пролетело. Вот. Сидим дома на карантине, солнышко, у окна дежурим. Тут из окна цветёт абрикоска, так на нём смотрится. Ну, хорошо, что свой дом, то можно выйти спокойно. Сейчас я вам покажу абрикоску. Ой, солнце так заслепливает. Да, вот спереди яблони, она ещё не цветёт. А абрикоска на заднем плане. Там вот у меня попытки облагородить огород. Но это всё очень-очень время затратное. Как-то выходишь, думаешь, полчаса пойду там, пока лупаюсь. В итоге прошу до 4 часа. И ты там, ну, не так уж и много, чтобы что-то сделал. Вот так вот. Что случилось? Я обморит. А что ты съел? Я с ним не видел. Почему? Ну. Что произошло, Родомер? Ничего. Ты хоть, а где твои магниты? Вот они. Сколько их? Это один, а где остальные? Мам. Ты что, так нельзя, если бы оно разбилось, Родомер. Ты что? Это же мне жалко. Ну, я понимаю, так нельзя так класть, Родомер. А что у тебя живот болел? Это ты специально, чтобы меня так что-то хотел разыграть? Нет, потому что сегодня я много качал. Понятно. А вот это кто кушал и за собой не убрал со стола? Ты идешь гулять на улицу? Папа уже на улице. Уже мангал разжигает, а ты балуешься. О, глянь, как смешно, да? Ну, давай еще раз кинем. Кинь второй. Получится так? Или его просто... Не, кидать не надо, просто по ножке надо его попробовать спустить. Вот так вот до ножки и отпусти. Ну, не на ту, на вот эту. Ну, вот тут допускай. Ага, он висит так, да? А то он так крутился, классно. Давай, толкай его. О, да, вот так вот, вот так вот. Какой? Я закрыла. И ребята тоже закрыли. Быстро поставили лайк и закрыли глаза. Смотрите, ребята. И что? Мы украли. А-а-а-а, ты волшебник. А-а-а, классный фокус. Полтер есть у нас, да, тут? Супер! У-ху-ху! Гулять, идешь? Все, я иду тренироваться, у меня нет времени. А вот в чем фокус. Второй магнит. Всем пока-пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все. Всем привет! Это мой домик. Смотрите. Смотрите. Вот. Та-а-а! Так-так-так. Радомиру мама не показала видео, посмотрите на это поведение и страдания очень страдаем мы вместо того, чтобы идти на улочку где куча солнца все гуляют пула вот наша встречает тут нас все гуляют прекрасная погода он психует и дома сидит и рыдает ой, трагедия Радомир, я тебя очень люблю но твое поведение неадекватно сейчас вот такой вот у меня огородик здесь растет на подоконнике да, вот там цветочки уже тоже цветут за домиком тут еще нужно будет разгребсти зону отдыха ну уже вроде бы теплеет можно будет скоро уже отдыхать у меня большая проблема Владик начал тоже снимать видео сначала он на меня ругался, ругался, ругался теперь я начала активно снимать видео и забирает у меня подставку для камеры мою я просто в шоке и теперь я сижу то есть мне опять все надо исключительно с рук потому что все что вся техника она у Владика почему-то резко оказалась я выбрала себе для ходспота вот эту вот конструкцию эту и хочу разобрать с нее вещи чтобы она была пустой ну и запустить стирочку мой костюм совы я его уже один раз спрятала пришлось потом доставать потому что похолодало надеюсь в этот раз уже он окончательно будет спрятан в этот пакетик я решила попрятать зимние вещи вот как раз теплые такие этот костюм там теплые юбки шерстяные мои пошли туда джинсики из которых я не вылажу сейчас отнесу в стирку запущу что тут у нас о футболочку мою сложу это штаны мне мама привезла я не знаю что с ними делать мама я тебе их обратно отдам то есть они только место занимают отложу на отправочку тогда ну футболку тоже отложу это я хочу вручную постирать это наверное все таки оставлю здесь теплые кофты уберу к этому и юбочку тоже сложу также у меня есть вот такой вот таймер я его установила установлю сейчас на 15 минут и надеюсь за 15 минут я справлюсь с этим завалом который я уже частично разгребла а потом меня еще ждет вот это вот ну в общем-то будем разгребаться все вы тоже можете засечь себе 15 минут и поубирать это время не обязательно сразу затеивать генеральную уборку достаточно поубирать 15 минут выбрав какую-то наиболее такую яркую точку в вашей квартире или дону ну в общем-то Прошло всего лишь меньше 10 минут. Я решила, все-таки поняла, что я эту юбку, наверное, носить не буду. Она мне очень нравится, но я в ней какая-то, она меня делает слишком коротковатой. Все-таки это, мне кажется, для более высокой девушки. Поэтому, если кому-то нужна такая юбка, я подарю, отправлю. У меня что, вот это платье я за год ни разу не одела с такими цветочками, синий карандаш. Я его уже думала отдавать, потом решила постирать, чтобы отдавать. Вот так вот оно у меня и висит, вот это вот после стирки. Я его ни разу так и не одела. Немножко тут, если присмотреться, катышечки вот так вот есть. В общем, ну смотрится оно очень-очень прикольно. Поэтому, если кому-то надо, пишите, я отправлю. Также я из шкафа достала свои курточки. Думаю, их уже пора спрятать. Эту новую я еще не носила, эту носила, эту тоже носила, но ее, наверное, надо постирать. Да, тут рукавчики. Сейчас запущу стирочку, как раз ее постираю перед тем, как спрятать. Все, я свой один маленький гештальт закрыла. Поработала всего лишь 15 минут. Ну, а результат, конечно же, очень заметен, потому что я разгребла один завал. И на самом деле этот завал стоило разгребсти за 15 минут. Поэтому, если у вас есть такой какой-то любимый стул, диван или еще что-то, обратите на него внимание. И просто не нужно весь дом убирать, не нужно сейчас убрать во всем доме. Просто возьмите и уберите какой-то один маленький кусочек, и вы посмотрите, как уже сразу станет легче дышать. И все, и возможно, вам захочется продолжить. А если не захочется продолжить, то вы можете выпить чаю, как я. И продолжить через время или даже в другой день. Ха-ха-ха. Так как у меня еще осталось немножко времени, то я сейчас еще запущу стирочку. Вещей вроде бы там больше нету, не валяется. Сейчас будем запускать. Мы льем на глаз. Тут вообще написано 80 стирок, но нам хватает на меньшее количество стирок, да? Или сколько тут? Ага, тут уже, а, на 55 стирок. Ну, то есть, получается, в месяц полторы стирки в день можно запускать. Но мы запускаем одну или раз в два дня, и нам хватает две вот таких на месяц. Поэтому мы явно переливаем, но, в принципе, нас устраивает. Вот эта машинка у меня, это Вирпул. Что вам скажу, думала, будет очень-очень хорошая. Она достаточно дорого стоила. Но вот она уже облазит здесь за пару лет. И вот эту мы уже раз в 10 ремонтировали. Вот эту кнопочку, ну, это какое-то издевательство. Так. Включаем. Смешанные ткани, это наш любимый режим, да? Вот тут есть эко-монитор, который показывает, насколько максимальная мощность. То есть, вот он будет стирать где-то на троечке по мощности. Открыть люк. Вот, ну, сейчас, может, иногда еще даже люк глючит. Попробуем оно запуститься. Тут она совсем слегка дотрагиваться. Да, запустилась, чтобы не ломать. Теперь она сейчас взвесит и определит реальное время стирки, а не то, сколько она показывала. Сколько будет стирки именно для вот этого количества вещей. То есть, она покрутилась, взвесила и все. И показалось, что 50 минут она будет стирать. Что ж, я пока могла отдохнуть. Заслужила. Уголок хауса. Через 15 минут расхламление выглядит вот так вот. В принципе, по-моему, приличнее, чем раньше. Ну, здесь мы подождем. Сейчас у меня стирка запустилась. Потом я второй запущу курточку свою. И уже, когда она высохнет, я сюда ее положу и пылесосом сожму и спрячу. А пока это будет лежать мне вот тут на проходе и напоминать немым таким укором. Наташа, а ты сделала это? Если не сделала, то сделай. Параллельно нашла еще для отдачи. Я планировала вот такой ободочек. И для Монстер Хай любителей пенальчик. Поэтому, кто хочет, пишите. Сейчас у меня в планах немножко потренироваться. И помыть голову, наконец-то. Потому что уже пора. Вот. Все. Всем пока. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ротомир, давай! Улыбнись и подпишись на наш канал. До новых встреч в эфире. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова